Малый и средний бизнес совершенно справедливый, она есть, она выстроена. Это и федеральная структура через российский экспортный центр, через Министерство экономики, и БРОМ, агентство институционного развития, торгово-промышленные палаты. С другой стороны, те предприниматели, которые задумываются и хотят выходить на экспорт, они немножко опасаются. Опасаются чего? Ну, во-первых, все-таки экспорт – это высший ремонтаж, это когда ты уже более-менее знаешь, какой товар и что производишь, продаешь уже в России, продаешь в республике, то есть у тебя уже появляется какая-то подушка и возможность, в том числе, вот как Финанс Санатыч говорил, финансовая подушка по продвижению себя зруберешь, потому что это всегда, ну, непросто, это другие компетенции, другие знания и другие возможности. Что мы считаем нужно делать, в первую очередь? Конечно, в чем затыки? Первое – это маркетинг. То есть любой предприниматель, может быть, он даже считает, что уже он готов выйти на какие-то зарубежные рынки, но он не понимает, куда идти и с чем идти. Первое, куда идет, где можно, кстати, отработать и тренировать свои мышцы – это ближний зарубежный. Это страны СНГ, все говорят, что из Казахстана более-менее понятно, из Белоруссии более-менее легко. То есть вот отработав на этих странах, то есть можно уже действительно выходить на какие-то другие, более сложные рынки. Можно получить маркетинг через российский экспортный центр. Можно сейчас получить, вот сейчас как раз идет проработка через Центр поддержки экспорта, что тоже на этим будет заниматься. У них заложено в KPI, да, действительно, в этом году надо 90 новых компаний вывести на внешние рынки. Ну, нет сомнений, что это будет, но, соответственно, еще, чтобы вывести 90, это надо заниматься не 90 компаниями, да, а это надо заниматься 7-300 компаниями, потому что, ну, как минимум, из трех компаний, с которыми вы будете заниматься, может быть, выстрелит одна. Объемы. Это тоже вопрос, который, ну, связан с экспортом, потому что очень часто, да, есть позиции, которые можно возить небольшими партиями. Вот, буквально на той неделе я был в компании, которая производит косметику, и они эту косметику вставляют в разные страны мира. И выставляют небольшими партиями, то есть, ну, торгуют через интернет. Вот, кстати, интернет-подвижение, ну, тоже один из возможностей для малого бизнеса, для микробизнеса. Ну, они вот хотят уже выйти на немножко другой уровень, и то, что они делают, это действительно востребовано. Чтобы выйти, они уже должны смотреть на логистику, они должны смотреть как раз на финансы, потому что там все равно, в основном, какие платежи будут происходить. У них, кстати, вот, на удивление этот вопрос возникает, наверное, с таможными органами, потому что даже доходит посылка до той стороны, но не выдают, например, заказчику, поэтому не можем выдаст, потому что не хватает чего-то. Вот они пришли к нам, говорят, что у нас там не хватает. Вот мы сейчас изучаем этот вопрос, мы догадываемся, чего не хватает. Но вот иногда бизнесу не хватает, ну, на шаг посмотреть вперед, и что может произойти действительно, вроде бы ты даже и деньги получил, то есть, происходит возврат денег, возврат валюты, обратно покупать, потому что товар не дошел. Контракты. Контракты, действительно, они всегда очень непростые, и, ну, если вы еще что-то экспортируете, то, соответственно, платят нам. Если платят нам, то условия ставит тот, кто держит руках деньги. Тот, кто руках деньги, он всегда условия прописывает удобные для себя. Вот тут надо понимать сложности, которые могут возникнуть, в том числе, и, ну, не дай бог, что-то произойдет с ситуацией, и вдруг возникнет какие-то арбитражные коллизии. Мы вот сейчас, например, помогаем предприятию, которое в Сингапуре рассматривается дело в международном арбитраже. Арбитраж у меня не начался, но 3-4 тысячи долларов человек уже попал. А, соответственно, еще дальше будет больше, потому что это адвокаты, это переводчики, это переверты, это и доверие, сентриарь, и заверие, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая ситуация. То, что банковские структуры, да, сейчас много предложений есть по ладе экспорту, но каждая ситуация, особенно у малого бизнеса, она нетравиальная, она, ну, очень такая индивидуальная. И там действительно надо просто брать и вести это предприятие буквально за руку, потому что, ну, в любой момент может возникнуть какая-то непонятная ситуация, и чтобы человек понимал, куда идти с этим вопросом. Ну, тут, во-первых, и торговая промышленная палата готова помогать, мы и так помогаем, действительно, у нас и горячая линия работает к юридическим вопросам. У нас, кстати, вот арбитражный суд, не все пользуются этой возможности Международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате Республики Тарстан. И даже если будут, ну, стандарты зашиты контрактов, возможности рассмотрения, то есть многие предприятия, предприниматели, многие предприятия уже выиграют от того, что будут рассматриваться на своей площадке здесь. Ну, и еще я всегда говорю, то есть торгово-промышленная палата – это все в системе. Через эту систему как раз можно пробивать контрагент на той стороне, можно посмотреть, наши представители в 40 странах существуют и работают активно. Соответственно, через эту систему можно посмотреть, что за компания в этой стране, можно найти новый контрагент и, пользуясь возможностью всей формы поддержки государства, выходить и зарабатывать на экспорте. Спасибо. Спасибо вам. В настоящее время идеи цифровизации нахвачены весь мир. Правительством России принято решение о создании нацпроекта «Цифровая экономика». У меня вопрос. Антон Олегович, какие, на Ваш взгляд, отрасли легче поддаются цифровой трансформации, влияет ли внедрение цифровых инструментов на повышение активности предприятий? Как перестроятся компании на новые технологии? Какие компетенции надо развивать специалистам, переходя на цифровую экономику? И еще один вопрос. Что может тормозить ее развитие? Добрый, добрый. Все. Супер. У меня, на самом деле, всего пять минут, а вопросов пять. Поэтому, наверное, попробуем такой пулиц. Но, прежде чем его начать, давайте запрос в зал. Само кто-нибудь слышал, что такой термин, как цифровая трансформация? Кто слышал вообще цифровая трансформация? Да. На самом деле, очень многие слышали. Но еще, наверное, стоит уточнить, все не понимают, что это такое. Вот чтобы понять, что такое цифровая трансформация, нужно понять, чем отличается цифровизация от информатизации. Я намеренно хочу объяснить, потому что без этого невозможно вообще понять, что в целом вокруг сегодня происходит, и почему так много мер поддержки государством выделяется на поддержку именно цифровизации. Так вот, информатизация по-простому – это то, что у нас в руках появился инструмент. Например, появился мобильный телефон, и появилось много решений, которые позволяют упростить действующие процессы коммуникации со своими друзьями, со своими партнерами, антрагентами и так далее. Во-вторых, упростить филистический процесс, ну, и много-много других примеров. Так вот, это все информатизация, это еще не цифровизация. Чтобы информатизация превратилась в некий подход, который называют цифровизацией, нужно, чтобы произошла так называемая цифровая трансформация. Вообще, есть много терминов, которые объясняют, что это цифровая трансформация, но мне понравился очень простой подход, который я пока очень злоумными фразами назову, а потом постараюсь его забрать на очень простом примере, который будет понятен всем. Цифровая трансформация состоит из трех частей. Это капремонт, так называемый, действующих бизнес-процессов. Это капитальный ремонт операций, и это капитальный ремонт в ваших взаимоотношениях с клиентами, в вашей первой части предпринимателей. Чтобы упростить этот термин, я хотел бы привести очень простой, понятный пример, очень бытовой, и который, на мой взгляд, очень легко отложится в голове и всем запомнился. У всех у нас дома есть кухня. У всех дома есть кухня, правильно? На кухне есть несколько элементов техники. У нас там есть холодильник, есть плита и так далее. И как сегодня происходят процессы на нашей кухне? Наша кухня, в целом, пока еще не сложно назвать цифровой, то есть она такая достаточно аналоговая, но темнее появляются какие-то первые признаки цифровизации. Появляются холодильники, которые могут заказывать еду, на их уже производят, они уже есть, можно купить, заказать. Но если вы просто купите себе такой холодильник, то у вас произойдет информатизация одного из элементов на кухне, то есть у вас станет умный холодильник. Для того, чтобы на кухне произошла цифровая трансформация, вам нужно сделать, опять же, вот эти три вещи, то есть возвращаемся к ним. То есть нужно, чтобы все элементы на кухне были обвязаны друг с другом, единым какой-то системой. То есть должна какая-то появиться, может появиться какой-то софт, который объединит данные, а данные являются ключевым фактором, ключевым признаком цифры или вообще цифровой трансформации. Данные из каждого из источников, например, температура в холодильнике, нагрев плиты, растут воды в краме, сколько у вас там посуды на кухне и так далее, в одну систему. То есть вот эти все данные нужно объединить в одну систему. Когда у вас пройдет первый элемент цифровой трансформации, то есть у вас отцикруется бизнес-процесс, то есть у вас получились данные. Далее вы делаете уже трансформацию процесса, трансформацию операции, прошу прощения. То есть у вас холодильник сам начинает понимать, когда ему нужно заказывать еду, и он делает заказ какой-то в онлайн-сторе и заказывает фрукты, овощи. Он знает, сколько срок хранения у этой еды. Есть датчик, который определяет степень испорченности этой еды. На плите у вас есть датчик, который определяет степень готовности еды. И так далее. То есть все вот эти процессы начинают коррелировать друг с другом, взаимодействовать и тем самым делать процесс менее рутинным. То есть ключевой принцип сфровой трансформации – выбрать рутину. Ну и третье. И тут возвращаемся к клиентским взаимоотношениям. То есть для того, чтобы уже окончательно вот эту сфровую трансформацию провести, нужно, чтобы вот эти клиенты в лице тех, кто кушает на кухне, кто питается, дети, мужья, жены, родители, прописали все свои требования. То есть, во-первых, кухня знала о том, сколько, например, нужно еды ребенку, как часто ест свежие овощи или любит ли ваш муж мясо, любит ли ваша жена сладкое. Они опять же все загружаются в систему, и тем самым этот процесс становится таким предиктивным. То есть вся техника, которая есть на кухне, она начинает понимать, что в понедельник нужно заказать овощи, во вторник нужно заказать молоко и так далее. И тем самым ваша кухня становится таким примером, аналогом с цифровой трансформацией. Но единственный еще момент, на кухне есть мама, жена, бабушка, которая готовит, которую пока, наверное, сложно заменить, но технически сегодня есть прототипы цифровой кухни, где уже работают роботы и уже сами готовят их либо. То есть, в принципе, кухня, в которой робот сам готовит, и все эти процессы, обязанные воедино, это такая вот обычная сценария, я пока ни одного такого примера не видел, но это как раз такой очень простой пример того, что же такое цифровая трансформация и что организация, любой бизнес, должен видеть как некую цель к тому, чтобы вообще развиваться и быть конкурентоспособным. То есть, вот попробуйте этот простой пример перевести на призму своего бизнеса, попробуйте понять, какие взаимоотношения у вас с клиентами, какие взаимоотношения у вас внутри компании, как они вообще ведутся, используете ли вы какие-то решения, которые позволяют убрать рутину. Ну, вот, наверное, на этом короткий свой стрит завершу, потому что на эти вопросы нужно отвечать всем председателям, и это очень долго. Действительно, цифровая трансформация позволяет повысить производительность труда. Цифровая трансформация – это второй вопрос. Цифровая трансформация в более эффективной интенсфере услугах – это первый вопрос. И еще были там вопросы, связанные с тем... Ну, очень окей. Ладно, не будем, наверное, окружать. Но это самое главное, что у вас вот этот пример офиксируется. Мне кажется, он очень простой и прикольный. Спасибо большое. Спасибо вам, конечно. Итак, мы продолжаем. Уважаемые участники мероприятия, в рамках съезда были сделаны содержательные сообщения с анализом текущей ситуации в экономике и реальной оценки бесплатных развития. Благодарим вас за дополнительные предложения, которые вы направили в группу в WhatsApp. Сейчас мне помощники как раз и показывали большой перечень вопросов. Они обязательно найдут свое угрожение при подготовке резолюции съезда. Рабочая группа сформирует окончательный документ, который станет планом наших совместных действий на ближайшие два года. А теперь мы переходим к торжественному отрождению. Итак, уважаемые участники седают внимание. Большие дела начинаются с мамы. Так и предпринимательские проекты вырастают с опытом. Сегодня мы награждаем молодых предпринимателей победителей ежегодного городского конкурса. Молодой предприниматель автограда 2019. Нарин Гамбарович, разрешите пригласить вас для награждения. Поддержите гордыми аплодисментами. Нарин Гамбарович, я предлагаю вывести и тут все вам в свободу. Спасибо большое. Еще раз поддержите огромные аплодисменты. Сегодня серьезный день. Хорошо, немножко все устали, я понимаю, но мы переходим к награждению. Симпломом Интелижный Дэйв в номинации Успешность.